здравствуйте дорогие друзья итак недельная глава к дашим ну я думаю что у здравого человека обязательно должно какое-то особое повышенное внимание к этой главе потому что если мы все время говорим что мудрость бога заключена в торе если его повеление нам или там подсказки как правильно жить в заповедях а из 613 заповедей 51 по крайней мере как говорит книга сефер хенук есть чуть-чуть разница тут подсчетах и все они находятся в одной нашей недельной главе значит что-то здесь спрятано и в тех заповедях между человеком и богом и человеком и человеком значит в этой главе огромный мир попробуйте и не дай бог если никто не читал кто-то попробуйте прочитать просто посмотреть увидите как каждый год у вас будет трансформироваться по-разному восприятие любой заповеди там например люби ближнего своего ли тогда любое но главное что вы видите что есть вот добро и зло есть дихотомия такая знаете мира и вот когда и заповедь о бедных о богатых там это связь написано что эта связь одно против другого так устроен мир сделал бог причем говорят что в разных воплощениях люди побывали в каждом сказано что если бы не было смерти никто не не понял жизни если не было жизни непонятно что такое смерть если бы не было мира не было взлайся не зла и так далее нет богатых нет бедных и все это есть миловидность есть уродство есть мужчина есть женщина есть разные так устроен мир разнообразие в каком-то и вот одна из главных наверно заповеди которые можно вывести из этого не написано надо мириться спокойно относиться к тому что у людей разные мнения но если ты не похож на него ты же не не нервничаешь да потому что вот так же и здесь если заповедь например давать не ставь препятствия перед слепым она соотносится с такими вещами как например не давать советы плохие это именно это и чтобы есть много всего но например раф шах великий такой человек был он говорил каждый раз когда я даю кому-то совет я представляю себе что после ухода из этого мира в высшем суде да я встречу того человека и буду обязан объяснить ему присутствие вот многих судей таких почему я дал такой совет или другой вот так человек смотрит на заповеди на этот мир заповедь которая мы начали возлюби ближнего как самого себя как это так я первых себя не знаю до конца люблю я или нет то есть наверное люблю но что такое любовь если ты себя любишь там например зачем ты переел и но дело не в этом если говорить серьезно то каждый по-разному это понимать я расскажу короче короткую маленькую историю о том что такое вот любить другого или что такое братская любовь это рассказ я к сожалению не помню где я его смотрю у одного из раввинов не помню точно что он ведь яра женщина жена работала волонтером в больнице какой-то один маленький пятилетний мальчик рассказал мне что такое вообще что это такое вот это заповедь больницу поступила девочка по имени лиза которая страдала редкой болезнью ее единственным шансом на выздоровление было переливание крови от ее младшего брата у которого было тоже заболевание но он каким-то образом выздоровел это было необычно это вот врач вызвал мальчика родители объяснил им тяжелое состояние у меня же сестры и спросил у мальчика не можешь ли дать ей свою кровь и он говорит я видела как он немножко заколебался буквально несколько секунд а потом сказал да я с радостью это сделаю чтобы спасти лизу все и вот они в палате лежат и когда во время процедуры переливания крови мальчик как мы начали улыбаться увидел что лиза порозовела и потом он повернулся к доктору и доктор я сейчас начну умирать оказалось что он просто не понял объяснение доктора и думал что должен отдать всю свою кровь сестре и умереть чтобы ее спасти и тем не менее согласился на это после секундного размышления вот надо понять что это такое вот вот тут не надо объяснять любишь ты кого-то или не любишь мир был другим бы если мы думали не только о себе сказали мудрецы написано в трактате а вот что в храме все стояли как стояли вот так вот плотную друг другу рядом вообще нельзя было даже пошевелиться а когда падали ниц находились все каждому хватало места это было одно из чудес храма но если другое объяснение этой фразе когда каждый желает стоять на своем всем тесно невозможно подвинуться когда все падают ниц то есть как бы уступают да тогда всем есть простор вот суть многих заповедей надо глубже смотреть прохавая слаха